Ну и вот, мы в общем-то куда хотели приехать? Нам что нужно? Пункт номер один. Я очень люблю велосипеды. Отличная вещь. За прошлый год я сэкономил 70 тысяч рублей. Немаленькая сумма, правильно? В этом году я хочу... А, хотя в принципе я уже сделал материал и взял себе то же самое. Здесь, на Комсомольской 30 пуст, в магазин удачный, я себе взял велосипед. Красический, замечательный. Но слово о том, почему я в форме автостопа. Потому что такое же часто случается, что вы приезжаете и вам необходимы деньги. Так, здесь этим тоже можно заняться. Можно просто положить в ПТСК и взять денежки. Слово о том, что это гораздо более интереснее, чем вы будете ходить в любую кредитную организацию. Гораздо проще и интереснее. Мало того, здесь есть много тех вещей, которые реально хороши. И эти вещи, в связи с тем, что это все-таки не к нам есть еще и комиссионный магазин, они стоят, ну скажем так, в два, а может быть в три раза дешевле, чем оригинал. Всем хорош наш город. Вот как надо строить. Три дороги. Практические прямые. С севера на юг. И небольшие другие. С востока на запад. Красота АТО. К слову о том, что город реально небольшой. И в принципе, можно, как только сойдет снег, и до снега путешествовать на велосипеде. Очень вкусно и красиво. К слову о нашем месте. Ни пробок, ничего нет. Комсомольская Карла Маркса. И все. Здесь вообще все круто и новинки есть. И вот вы думаете, что здесь все бэушно. Нет, господа мои, здесь есть и новая вещь. Вот такие замечательные кресла. Во-первых, это очень хорошее средство для вашего сада-огорода. Потому что, если даже пошел дождь, вот это утепление сняли домой, занесли, а с ним ничего не случится, поверьте мне. Ну и в принципе, я бы себе такую штуку взял бы для дома. Телевизор посмотреть. Красиво. Красиво и замечательно. Да, да, да. И где мы все это дело берем? Здесь, на Комсомольской 38. Клевая штука. Я прям балду, реально-таки. Вот оно, вот оно. Да, 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 да. Вообще, как бы надо понимать, что даже если это не сильно много, я имею в виду по площади, то пока лечь в футаллара здесь все замечательно. То есть, даже если у вас возникают проблемки с вашим животным, можно далеко не ходить. Комсомольская 38. Зашли и купили. Аромат, 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 аромат. Да, он здесь есть. И стоит, кстати, достаточно недорого. Время течет. Это наша жизнь. Если мы верим в Бога нашего всемогущего, это хорошо. Но мы здесь не вечные. Мы рождаемся, взрослеем, становимся мудрее. А дальше идет старость и смерть. И все это не в самом благоприятном обществе. Но наша жизнь – это движение. Так делитесь вашей жизнью. Здесь можно делиться за деньги, сдавая коляски и велосипеды. И покупая такие же. Ну, как вы понимаете, здесь велосипедов, велосипедов в смысле, очень много. Они уже меняются, естественно. А вы что хотели? Вы такие самые умные, что ли? Да нет, конечно. Люди понимают, о чем идет речь. Первоначально, посмотрев мой сервер, сразу понимают. А зачем переплачивать, когда проще здесь купить? Навороченный, ну, дешевле. Хорошая тема, правильно? Правильно. Мало того, давайте все-таки определимся. Есть такая штука под названием «Удовольствие для вашего счастья в доме». Что это такое? Это телевизоры, это микроволновки, в некотором количестве это принтера, которые еще позволяют вам сканировать, ну, и все остальные вещи. И вы даже думать не должны. Первоначально, прежде чем зайти в куда-то, то я бы вам рекомендовал зайти сюда и посмотреть, может быть, вам эти ценники понравятся больше. Мне так они больше нравятся, если честно. К слову, о деньгах. Раньше было лучше. Кассы взаимопомощи выручали. Это было в СССР. Мы отвалили, а зря. К нам привалились банки. Клево, да? Сказки о процентах бросьте. Это сказки. Но эти типа банки вас кредитуют. Вот эта мысля показывает, как можно взять, в принципе, стандартный банковский кредит. Лучше купить вещь и оставить ее здесь, в удачном, получить нал. По сути, та же структура, но в разы спокойнее. Мало того, бывают вещи разные. И мало кто помогает. Но я про банки вам уже говорил. А если есть ПТС, паспорт технического средства на транспорт, то в разы проще его оставить здесь. Купить здесь велосипед. И экономляя 70 тысяч за сезон, просто получить онную сумму. Интересно, я сказал. А то. И вот вам необходимо взять немножко денежков. Давайте все-таки определимся, где вы будете деньги брать. Либо вы пойдете в банк, а банки у нас швыряют. Честно говоря, как они швыряют по диагонали, это просто кошмар. Когда вам рассказывают, что там ставки снижены, это только вот так проезд по ушам, потому что там страховка и все остальное. Это никогда не было дешевой банковской структуры в этом городе, естественно. А вдруг вам внезапно захотелось некоторое средство. То есть, в принципе, я готов и знаю о том, что у человека должна быть 2-3 машины. Допустим. И вот внезапно, чтобы никуда не бегать. Потому что, вы знаете, у людей деньги занимать, и потом они могут сказать, что вдруг мы вам не дадим. Так пришли сюда, положили ПТС-очку спокойненько. Вы ездите на машине, просто ПТС-ка здесь, вам выдают денежки, и все. И через некоторое время вы гасите. Забираете обратно ПТС-ку. Чем лето, не прелесть, то где-то здесь, на Комсомольской 38. Мысли явно нужные меня посещают. В принципе, разницы между мной и вами нет никакой. В некотором смысле лучше работать не одной головой. И учиться необходимо всегда. Так вот, я бы вернул исходный вариант от социальной направленности капитализма, коли мы-то в нем. Капитализм вынуждает нас покупать, ломая новинки, ограничивая их жизнь. Но мы-то умные. Чем интересен СССР, как и Россия? Это воспитание тех, кто умеет включать мозги и работать. Мы по большей части такие. Красиво, да? Красиво и замечательно. Да-да-да-да-да. И пока я буду отъезжать, вы подумайте, насколько это хорошо, когда на Комсомольской 38 есть такой хороший магазин. Добраться несложно. Хотя, в принципе, я на велосипеде еду. И мне это очень нравится, когда я знаю, куда я прихожу. Потому что мне здесь более нравится брать и велосипеды, и все остальные вещи. Потому что это хорошее, замечательное средство. И если вы этим будете вместе делать со мной, то я вам рассказываю. Это будет вот так вот.